Если какая-то информация не соответствует моей теории, то, что сейчас многие люди находятся в контакте. Эти контакты бывают разные. Это бывает контакт просто с какой-то подсознательной частью своей психики, иногда больной. Человек может быть очень умный и долго, а там полный ноль. Но это одержимость называется в православии. Можно подключиться к загробному миру, чувствовать, что у тебя контакты, такую грязь там будет сливать, все что угодно. Так вот, это ясновидительство сказало, что большинство людей без души. Я могу сказать одно. Человек состоит, сам человек состоит из трех моментов. Это тело, это сознание и это душа. Это то, из чего он состоит. А дальше есть различные слои, более тонкие и так далее. То есть душа имеет непосредственно слои, связанные с телом, потом тоньше, тоньше и так далее. Без души человек жить не может. Просто не может. Душа – это чувство. Если человек абсолютно нет чувств, он умрет сразу. Потому что через чувства осуществляется регуляция сердца, кишечник и все. Это называется подсознательная деятельность нашего спинного мозга. Поэтому утверждение, что у человека нет души – это, я бы назвал, профанацией той информации, которую она получает. Это просто нонсенс, это такое невозможно. Может быть, она имела в виду, что у людей сейчас тяжело с любовью. Христос говорил, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Многие люди разучились любить. Из-за этого душа приходит в определенное ущербное состояние. В этом плане я согласен. Проблемы с душой сейчас у многих. Судя по фильму «Догвель» и по западной прессе последних 20 дней, проблемы с душой у очень многих. Но еще раз повторяю, без души жить нельзя. Потому что в душе находится понятие «любовь». Если у человека не будет любви, он умрет сразу. Через несколько секунд. Поэтому, мне кажется, не надо обладать мощным интеллектом, чтобы понять, что когда говорят, что у людей нет души, это полный нонсенс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Е. Продолжение следует...